Границы между Ставропольским краем и Карачаевой Черкесии вот-вот должна подъехать делегация из нашей республики, а представители руководства региона соседа и города Невиномыска уже на месте. Ожидающий готовится встретить дорогих гостей по старинному обычаю с хлебом с солью. Среди них герой России Михаил Мининков, мэр Невиномыска по сути промышленного центра Ставрополя. В нашем городе традиционно обучается 10% среди всех учащихся в трех вузах, в пяти техниках, это жители Карачаевой Черкесии, молодежь. То есть на сегодняшний день логистическое расстояние от Невиномыска и Черкеска 40 минут. Почему мы сегодня находимся на одной территории и не дружим, почему мы не развиваем социально-экономические отношения, культурные отношения. Вы знаете, мы вроде бы это все делаем, но хотелось бы это все упаковать, узаконить в какую-то такую серьезную рамку, в программные проекты какие-то. Уверен, что у нас это получится. Один за другим подъезжает мэр Черкесии Руслан Тамбиев, глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов и спикер парламента КЧР Александр Иванов. После приветственных слов почетные гости Ставрополя разделились на две группы. Одна отправилась на торжественное мероприятие в Краевой Центр, другая в Невиномыск. Праздничное действие на Центральной площади привлекло внимание сотен людей, многие из которых помнят времена, когда Черкесск и Невиномыск были частью одного региона. Но есть и совсем юные граждане. И вот наступает долгожданный момент. Мэры столицы Карачаево-Черкесии и главного промышленного города Ставрополья поставили подписи под документом, который предполагает взаимовыгодное сотрудничество и обмен опытом в самых разных сферах деятельности. У нас много общего. Наши жители давно уже общаются. Дети. Наши дети здесь учатся, их дети учатся. У нас, в Карачаево-Черкесии. У нас давно уже такие общие традиции. Но сегодня мы официально подписали соглашение. Мы стали пообратимы. Да, я не могу сказать, что что-то во всем у нас лучше или во всем у них лучше. Есть моменты, где они превосходят. Я уже неоднократно общаюсь с главой города. Да, я уже подчеркиваю. И это будем переносить в наш город. Они тоже к нам приезжают. И тоже что-то подчеркивают. А самое главное, что когда будет взаимная связь, общение на уровне руководителей городов, на уровне замов, на уровне начальников отделов, всегда эта совместная работа, она дает положительные результаты. Это движение вперед. В день рождения Невиномыска почетными грамотами и ценными подарками были отмечены десятки людей, которые внесли большой вклад в развитие родного города. Несколькими единицами транспорта пополнился автопарк местной полиции. По примеру, Черкеска в ближайшее время на улицах Невиномыска заработает система «Безопасный город». Появится более сотни камер видеонаблюдения. Во время беседы с журналистами оба градоначальника отметили, что новоиспеченным побратимам есть чему друг у друга поучиться. Дружеские отношения. Раньше они тоже были, но сейчас это оформилось в виде уже какого-то подписания соглашения. Насколько это важно было? Именно оформить. Прямо скажу, мы, скажем так, это теперь на бумаге затвердили. И, конечно же, тот субъект, который существовал в Советском Союзе, это прежде всего те братские отношения Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Учитывая статус столицы Карачаева-Черкесии, учитывая ее промышленный потенциал, мы сегодня обратились к нашим братьям. И город Невиномыск в этой ситуации, скажем так, сыграл первую где-то скрипку. Потому что старший брат, столица республики, Черкесск, имеет, конечно же, другой статус. Но мы гордимся тем, что мы промышленный центр, готовый обмениваться своим социальным потенциалом, культурным, промышленным потенциалом. Мы же сегодня живем практически в 40 минутах езды друг от друга. Для большой городской агломерации это вообще не расстояние. Мы верим, будем дружить. Признаюсь, то, что сегодня было подписано соглашение между Невиномыском и городом Черкесском, это была не наша инициатива. Нам подсказали наши руководители, это губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович и глава Карачаева-Черкесии, Рашин Валерий Тимрезов. Они нас собрали и сказали, живете рядом, люди давно ваши общаются, давно уже взаимодействуют. Почему вас нет на бумаге? У нас все уже было, у нас не было только на бумаге. Конечно, после того, как мы сегодня подписали это соглашение, это будет любое соглашение и любое общение, это движение вперед. Вот мы общаемся с главой вашего города, что-то изучаем совместно. Следующий этап будет общаться заместитель, начальник отдела управления. Что-то у вас лучше, что-то у нас. Любое общение, любые встречи, это движение вперед. Я желаю, чтобы в этот праздничный день, чтобы наш город Побратимый Невиномыск был красивее, лучше, процветал. И чтобы наше общение было только на плюс нашим жителям. Далее для почетных гостей Невиномыска была организована экскурсия по некоторым предприятиям и культурным учреждениям города. Хотя Черкеск и Невинка – муниципальное образование двух разных регионов, между ними действительно существуют давние прочные связи. Так, согласно архивным материалам, оба города были образованы как станицы Баталпашинская и Невиномысская в одном году, в 1825-м. Издавна поддерживают тесные дружеские отношения. Их жители часто гостят друг у друга, учатся, работают на территории соседа. Теперь же их руководители официально оформили соглашение о побратимстве. Артур Мкц, Андрей Дорошенко. Итоги недели.